доброе утро доброе утро день будет ваш добрым я вот ненавижу ненавижу просто когда берут мои вещи и на место не кладут я не знаю вот это знаете когда я разговариваю обязательно нас все кашляют все включают включают все все когда мы делаем ты начинаешь разговаривать я начала говорить потом ты начал включать к этот в общем нет а я ходить по комнатам сейчас искать чипсы звоню а не скорее всего аналог кто еще могут взять нашей семье щипцы звоню они я их положила на место говорит то есть я уже предупредил а ни в коем случае покупай себе свои щипки дня и свои щипки ни в коем случае еще на технику был цветные они такие обычайку такие цветные цветочек fountain просто бросали за глаза чтобы их невозможно было перепутать вообще невозможно моих нет момент а сейчас уарапик администратора будут я была такая злая что если там просто там люди там пациенты в кресле я бы добраться я бы туда побежала бы просто адекватность вам не сыграла проснулась адекватность просто у вас тоже такое бывает чтобы кто-то вещи ваши брал если берет человек то должен положить на место чтобы тот этот человек даже не заметил что какое-то время этой вещи друг не а вы использовались или это с детьми так или я я не знаю я я просто не знаю моему возмущению нет предела это вот меня просто трясло это как так я не использовалась меня нет щипцов пришлось покраситься пусть только придет она домой но я уже остыну если кто не знает мой путь с мастер-шир на мастер-шир начинался вот когда я пришла к ректору то я начала ему рассказывать что вот у нас есть ресторан в стиле барокко долго мне это аукалось это стиль барокко как связали они как телевидение связывает я прошу нас там проводят свадьбы обручение кристины юбилея честно сказала поминальные обеды оставили только поминальные обеды потом телевидение оставила только поминальные обеды потом когда какая у вас кухня разная кухня такая 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 ну вот в последнее время мы пересли перешли в ночное время мы стали знаете делать фастфуд. А он говорит, а вот из фастфуда самое такое пользующиеся спросом, какое? Что именно? Я говорю, шаурма. Тоже оставили только что. То есть поминальные обеды, ресторан барокко и шаурма. То есть вы понимаете, да, какой резонанс. Сразу в группах стали, у нас в группе город стали писать, что я опозорила город. И там начали знаете, начали говорить, да, там только поминальные. Но обычно, знаете, злые люди, они, у них больше есть потребность писать, выплевывать свою желчь какую-то. У них ее больше желчи, им надо выплеснуть как-то. Да, там только шаурма, начали смеяться над шаурмой, там, над поминальным обедами. Я уже, я сидя в Киеве, мне прислали ссылку, я написала, что, слушайте, ребята, ну, я сказала то-то, 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 но это телевидение. Если бы, с чего даже СТБ должно рекламировать мой ресторан, что там все есть, что весь город побежал там справлять, что ли? Ну, смешно как-то. Понятно, они такой интересный каламбур сделали. Ну, какой специальный такой каламбур они сделали. У них больше есть потребность писать, выплевывать свою желчь какую-то. У них больше, у них ее больше желчи, и им надо выплеснуть как-то. Да, там только шаурма, начали смеяться над шаурмой, там, над поминальным обедами. Я уже, я сидя в Киеве, мне прислали ссылку, я написала, что, слушайте, ребята, ну, я сказала то-то, 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 но это телевидение. Если бы, с чего даже СТБ должно рекламировать мой ресторан, что там все есть, что весь город побежал там справлять, что ли? Ну, смешно как-то. Понятно, они... Ой, написали вы мне, что я не одна, что у вас тоже вещи могут мне на место положить, правильно? Я очень даже обрадовалась, что у вас так. Почему я должна быть одна страдать? Пришла Аня, что интересно, прибежала она и тут же нашла. Оказывается, оно прямо рядом было, представляете? Ну, вот совсем накрыто там под чем-то. Я говорю, видишь, Аня, какая большая разница? На... Оно же рядом, почему же рядом? Рядом, на меня место это место. А я уже пошла, когда ее не было, я ее всю комнату перевернула, не нашла. То есть, я предприняла ряд действий. Вот же оно, рядом. Я говорю, сегодня побежишь в Еву и себе купишь. Затупилась, видимо, видите ли у нее. Не знаю. Слушайте, я в одной группе, такой теплый он. Там, где, ну, про блогеров. Администратор написал, что страницы, интернет-страницы, магазины, если вы до пяти тысяч подписчиков у вас, вы можете, или до пяти, или до двух, вот не помню, вы можете опубликовать свои аккаунты, и, возможно, какой-то блогер вас возьмет на рекламу или еще что-то. Или кто-то там купит что-то у вас. Я просмотрела, и нескольким людям написала, что я могу прорекламировать вас, свои услуги, предоставить цену, условия написала. Пишет мне одна девушка. Все нормально отреагировали. Пишет мне одна девушка. Я могу вам продать кошелек. А я написала, или бартер, или денежный эквивалент. Я могу продать вам кошелек. Я говорю, я могу вас, снова повторяю, дублирую текст снова. И она мне пишет, я могу вам полцены продать кошелек. А мне кошельки вообще не нужны. Вообще, аккаунт мне не особо. Просто я, знаете, как-то скопировала свой текст и вот так отослала. Иди, иди уже. Скопировала и отослала. И она мне пишет после этого. Я опять продумываю. Она мне пишет. Вы так отрывно. Это то же самое, что я незнакомым людям буду отсылать сообщение. Купите мой кошелек, он очень хороший. Я говорю, боже мой, девочка, ты никогда не продвинешься. Ты не задалась вопросом, а где я взяла твою страницу, информацию о твоей странице? Где я ее взяла? Ты же недавно печаталась в одном издании, где как раз-таки блогеры могут рассмотреть страницу. Я говорю, что в современном инстаграмном мире это нормальное предложение. Это нормальное предложение. И я ограничила доступ к ним. Ну что тебе объяснить? Тебе блогер предлагает рекламу довольно-таки по лояльной цене. Рассмотри сначала. Что это вот это такое совхозное какое-то. Вы так отрывно. Это то же самое, чтобы я предлагала рекламу кому-то. Предлагала кошелек продать незнакомым людям. Так все в инстаграме незнакомые. Ну как-то знакомятся, работают вместе, продвигают друг друга, как-то помогают. Или так, или за партер, или за деньги, или еще как-то. Какой-то магазин открылась, это не бум-бум, это вообще ты не понимаешь. Я представляю себя за это. Он говорит, ну вот. Вот, знаете, сразу понятно. Человек пройдет дальше или не пойдет дальше. А у меня сразу... Иди. И вот я начала действовать сама. Вот. И вот два таких аккаунта, которые мне интересны, вот я их взяла на рекламу. Ой. Я вышла кофе попить, знаете, к Сержику. Иду к Сержику. Мы сегодня на работе. И хочу выпить кофе. А Аня где-то все дня, видимо, побежала за шприцом. За шприцом. За щипцами. Вот, поэтому... Пошла на кращу. Все у нее хорошо. Прости. Все у нее хорошо. Даже... У нее была там температура. Даже тест сдала на ковид. Представляете? Так быстро. Быстро сделали. Бесплатно. Нет у нее ковида. Она, по-моему, даже слегка расстроилась. Посмотрю. Такая дорога. Пришла я к Сержику. Буду здесь сидеть, пока он отошел домой. Ну, я его подменяю иногда. Вот. Взял себе кофе. Взял себе такую печеньку. Одна я буду сидеть, получать удовольствие. Смотрите, какие роллы у Сержика четкие. Просто четкие. Ну, мужчина, наверное, лучше делает. Лена не хуже готовит. Не, Лена тоже очень хорошо делает. Ну, мужчина, видимо, как-то они по-другому. Вы не спешите. Смотрите, какие роллы у Сержика четкие. Просто четкие. Ну, мужчина, наверное, лучше делает. Лена не хуже готовит. Не, Лена тоже очень хорошо делает. Ну, мужчины, видимо, как-то они по-другому, вы не спешите. Знаете, я как-то стояла в очереди, вот сюда, там кассажи рядом, и одна женщина, она стала ругаться с кассиром, что да сколько можно уже, сколько можно эти 10 копеек постоянно вот этого. Я потом поняла, что, знаете, кассиры иногда говорят, если 10 копеек не хватает или что-то в этом роде, значит, они говорят, мы вам будем должны, мы вам будем должны. Ну, раз 10 копеек, два 10 копеек. Она, в общем, женщина возмущалась, видимо, она часто попадала, что ей говорили 10 копеек будем должны. Я сейчас тоже покупала, я вот поняла, почему она возмущилась. Сначала думала, ну, знаете, с одной стороны, кажется, что за 10 копеек мелочится, тут дело не в 10 копеек, дело, наверное, восприятие справедливости от человека, когда идет. Сейчас тоже надо было 80 копеек, там, 100 гримм и 80 копеек. Она говорит, 20 копеек у вас есть? Я говорю, нет, 20 копеек нет. То есть она как бы должна была бы или округлить без 20 копеек, или должна сдачу дать. Я говорю, вы мне должны уже не 20, не 30, не гримм, но я вам должна. Она говорю, ну, я говорю, ну, не вы, вы сейчас сидите в АТБ, вы представляете организацию. АТБ должно. А так, знаете, несколько раз было. И 50 копеек, и 20 копеек. И часто там было вот два раза, например, только я помню, один раз они картошку перепутали. Пока она звала охрану, я говорю, нет, не надо мне охрану звать, дайте, я просто уйду. Ну, она на 9 гривен, котир мне по другому коду дороже посчитала, чем... Она посчитала, как молодую картошку, а я взяла старую картошку. То есть уже 9 гривен там подарок был. И вот я не знаю, я поняла, я вышла, знаете, у меня такое слегка так было неприятно. Я думаю, вот тут дело не в 10 копейках. Дело в справедливости. Знаете, мои такие друзья, у вас вы все время угощаете, а вас никогда, как только доходит очередь угостить вас, никогда у товарища денег нет, допустим. Вот это как-то не то, что вы голодны или вы хотите, просто это как-то нервирует. Это вот действует на наше восприятие, именно восприятие справедливости, когда что-то внутри вот так начинает играть и доходит до мозга, а потом переходит на язык и уже как-то люди возмущаются. Она все-таки мне дала, она не округлила вот эти 20 копеек. Она все равно мне дала кучу мелочей. Могла бы другим людям, я же тебе сказала, что вы должны мне уже ни гривню, ни два. Округлила бы, другим бы дала. Ну, не знаю. Как-то так. Так, сейчас я зашла к Сержику. Что значит работать с людьми? Сержик расстроенный. Пришел мужчина и говорит, мне нужно не 8, да, роллов? Место 8-4. Мне нужно вместо 8-4. Ну, вообще-то один ролл идет на 8 кусочков, один ролл. Сержик ему говорит, я не могу вам полролла продать, я могу вам целые, там 8 кусочков. Он говорит, хорошо, проезжает через полчаса, ну, Сержик ему один ролл дает, проезжает через полчаса, говорит, а что это такое? И причем матом как-то, знаете, так. Ну, не то, что можно, типа, ты шо пацан, блядь. Ну, ты шо пацан, блядь, не знаю что. И Сержик говорит, а в чем дело? Говорит, ну, я просил 4, оказывается, он 4 ролла хотел. 4 ролла. В одном ролле 8 кусочков. Сержик говорит, я никак не мог вас по-другому понять. Я даже поднял руку и объяснил вам. 8 не получится, 4 кусочка никак не получится. Ролл я не делю пополам, я не могу его так продать. Ну, в общем... Что значит 8? Вместо 8. Да, что значит 8? Вместо 8, это как понять? Вместо 8, 4, это как понять? Просто, когда люди не разбираются, вот, я говорю, Сержик переживает. Я говорю, ты хотела ему как-то угодить. Я говорю, Сержик, он потом, когда подумает где-то в машине или где, он поймёт, что он не прав. Ну, с вами, может, рассчитывали вечером все с семьёй. Ну, Сержик, надо уметь правильно заказ делать. Ты же ему пастыр, ты ничего не подвел. Ты же сказал ему, что я не могу вместо половины ролла дать. О чем он думал тогда? Вместо 8, 4, это как понять? Вот вместо 8, 4. Сержик говорит, в одном ролле 8 кусочков. Вместо 8, 4, как понять? Ну, вот это, знаете, торговля. И бывает, что гости, клиенты, я не знаю, не могут иногда... Ну, у нас за 3 года первый раз такое. Сержик переживает. Я говорю, не переживай, потому что он абсолютно неправ был. А вот это, знаете, закон, клиент всегда прав. А мне не надо, чтобы клиенты у меня были неправы. Мне надо, чтобы они зашли ко мне и вышли правы. Но он не смог объяснить теперь. Я понял, я просто имею в виду, что у меня всё равно не важно, кто прав или неправ, у меня всё равно осада. Ну, осадок-осадок, пройдёт осадок. Так, закончился эфир прямой. Я его сохранила, если что, посмотрите. Иду я пить чай. Знаете, когда-то один человек, не помню его, он сильно похудел. Режиссер, не режиссёр, а продюсер какой-то. И его спросили, а вот, ну, как вы похудели? Он говорит, послушайте, возьмите за привычку, перед тем, как вы хотите покушать, перед приёмом пищи, выпить большую кружку чая или воды, а желательно воды, а желательно тёплой воды. И вы посмотрите, если вы возьмёте за эту привычку, вы посмотрите, сколько вы после этого покушаете. Но это я давно знала и практикую периодически. Если вы выпиваете много воды перед приёмом пищи, пища, ну, много не поместится. Это сбивается аппетит, это и полезная вода. Так что пошла я пить много-много воды.